Здравствуйте! В эфире рубрика «Опасно для жизни». Мы продолжаем рассказывать об аварийных объектах в городе, о которых нам рассказывают наши телезрители. И недавно жители дома номер 2 Штуна Борисевича сообщили о том, что вокруг их дома очень много подпорных стенок, которые находятся в не самом лучшем состоянии. Приехав на место, мы обнаружили, что опасные места ограждены специальным ограждением. Однако, часть из него уже повалена на землю, а огородительная лента порвана из кусочка одной из них. Мы сделали такой небольшой простой отвес, чтобы посмотреть, насколько серьезна ситуация. Ну, конкретно в этом месте, возле дома номер 2, угол, отклонение не сильно высокий. Однако, чуть позади меня находится колодец, о котором тоже ранее сообщали. И та вода, которая копится в нем, размывает основание этой стены. Похожая ситуация с подпорными стенками почти возле каждого дома в этом районе не повсюду, так как все дома построены на возвышении. В администрации района нам сказали, что в курсе проблемы. На все аварийные объекты в Ленинском районе выезжала экспертная группа. Составлен список самых опасных из них. И в ближайшее время начнутся работы. Сейчас, граждан, проект сегодня нам предоставили технические заключения. Вот, кстати, у меня в руках технические заключения по Борисевича 10 вдоль дороги и Борисевича 10 между домами 10 и 20. Технические заключения, где расписан порядок производства работ. Сейчас у меня приезжает строймонтаж, монтаж стройфирмы. Они сейчас берут технические заключения и начинают, немедленно приступают к восстановительным работам. Ухудшает ситуацию с подпорными стенками еще один фактор – отсутствие ливневой канализации. Это, кстати, причина еще одной проблемы. Стекающая с горы вода попадает прямо под ноги прохожим, размывая асфальт и даже основание домов. Жильцы охотно показывают дыры, которые образовались из-за размытия и говорят, что ежемесячно сдают на ремонт своих домов. Я живу в 21 доме, а вот платежку держу – это платежка моей дочери. Мы недавно купили квартиру тут же на Борисевиче в 11 доме. И вот я платила платежку и пришла в недоумении. Написано, капитальный ремонт 106 рублей 50 копеек и содержание и ремонт жилищного фонда – еще 569 рублей 42 копеечки. Вот за что эти 569,42, я не знаю. Район улицы Борисевича мы заносим на нашу карту под красным цветом. Как только там приступят к работам, мы обязательно расскажем о том, какие аварийные объекты ремонтируются в первую очередь. Если вы хотите, чтобы ваше обращение в управляющую компанию или другую структуру было принято официально, то достаточно соблюдать несколько простых правил. И о том, как лучше оформить заявку, мы сегодня узнали в департаменте городского хозяйства. Лучше всего во все инстанции, коммунальные и некоммунальные, конечно же, обращаться письменно. То есть, либо по почте посылать письмо, либо приходить и регистрировать в канцелярии. Прямо пишите, излагаете на руководителя. Если не знаете руководителя, то просто в соответствующий департамент или службу. Пишите заявление такое-то, излагаете, какая у вас проблема. И потом узнаете, какой входящий номер у этого документа. То есть, чтобы это именно было документом, чтобы потом вы могли это использовать в случае, если вам потребуются юридические какие-то разбирательства, либо потребуется доказательство, что вы уже неоднократно обращались куда-то. Что касается, например, звонков в службу 005, то там все звонки фиксируются. Их невозможно, то есть сам оператор не может их ни затереть, ни почистить, ничего. То есть, все звонки в службу 005 фиксируются и записываются. Поэтому любое обращение, если человек говорит, что он обращался в службу 005, это можно проверить очень легко. Можно, в принципе, воспользоваться электронным вариантом. Сейчас у всех ведомств и учреждений есть электронные виртуальные приемные. Например, в администрации города есть виртуальная приемная на сайте www.adamkrska.ru. Заходите в эту рубрику, заполняете ее обязательно. И, соответственно, это фиксируется как ваше официальное обращение. То есть, признаки обращения, это человек указывает свои все абсолютно данные, адрес, фамилию, имя, отчество, телефон. Вот если они все есть, тогда это считается официальным обращением, тогда у него будет дан официальный ответ. Напоминаю, что если вы знаете аварийные объекты в нашем городе, где человеческой жизни угрожает опасность, вы можете звонить лично мне. Мой телефон 285-56-53. Это была рубрика «Опасно для жизни». Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова